Всем привет, друзья, с вами Маламадрас. Помните, как-то очень-очень давно я записывал серию «Самый везучий игрок в PUBG»? Там была отличнейшая каточка, где я рассказываю 100% тактику победы в PlayerUnknown's Battlegrounds. Если вы ее не смотрели, то обязательно посмотрите по ссылке в описании. Так вот, тогда я по какой-то случайности не смог записать игру, но спасибо разработчикам за то, что ввели в игру реплеи, по которым можно воссоздать события той игры. И сейчас произошло абсолютно то же самое. Только суть этой катки в том, что я даже не собирался побеждать. Наоборот, я хотел слиться побыстрее, чтобы выполнить миссии в Event Pass, чтобы мне дали всякие шмоточки, трусишки и очечки. Но, как всегда, все пошло не по моему плану. Приятного просмотра. Итак, как я уже и сказал, я ни на что не рассчитывая, упал просто на Осиенду Дель Патрон, чтобы быстренько слиться и, собственно говоря, получить свои 40 очков опыта найти, там, может быть, пушку губить одного-двух человек и просто сдохнуть и спокойненько лечь спать с чистой совестью, прокачанным Event Pass'ом и спокойненько забрать себе шмоточку. Но я нашел калаш, думаю. Тем более, я из него стрелять-то не умею, собственно. Поэтому, думаю, все идет как надо, все идет как по плану. Я ни за что не рассчитывал, что, в принципе, я устроюсь здесь в их канале только по той причине, что сюда прыгнуло не так-то много людей. Прыгнуло около, наверное, трех человек. Но я решил заюзать адреналинчик. Потому что что? Правильно. Потому что на него тоже давалась миссия. Миссия заюзать шприц и все. И за это давали аж сто очков. И я такой думаю, ну, прет как в казино. Нужно быстрее идти сливаться. И тут я слышу. Война началась. Война началась, и мне нужно было срочно в нее вписываться. Потому что, как бы, пора бы подыхать-то уже, собственно, да? Как бы хватит сидеть отсиживаться. И я услышал ребят. Думаю, где же они? Никого нет. И смотрите, лежит скарчик впереди. Как же, как же у меня потекла слюна, когда я его увидел. Но я почему-то подумал, что они сидят в соседней комнате. Но не тут-то было. Хитрый, маленький, вредный человек сидел за лестницей. И он почему-то думал, что я пойду его рашить. Я не знаю, на что он рассчитывал. Но я думаю, ладно, тоже постою, подожду. Почему бы, собственно, и нет, да? Можно просто здесь подождать. Сдал, когда прилетит тайминговая граната. Но и был шанс, что чувак залезет ко мне в окно. В спину просто. Просто залезет в спину. И я думаю, так, подождите. А что, если это сделаю я? И пацаненок отхватил сразу же себе маслину в башку. И я забрал все, что у него есть. То есть, я такой подумал, так, но я же сейчас не могу выйти, получается, в лобби. Я же не могу закончить миссию. Потому что я до сих пор живой. Думаю, ну да ладно, пойду. Я полутаюсь. Вот я могу искарчик забрать. Все патрончики забрать могу. Думаю, ну заберу все, что есть. У меня еще там миссия есть. Уничтожить 10 транспортных средств. Думаю, как раз патроны пригодятся. И это, собственно, я и сделаю. Заодно, так сказать. Но я забыл один момент. Сюда падало 3 человека, помимо меня. То есть, одного убили. Второй я. Третьего убил я. Где же еще один человек? Где же еще один фраер, который по-любому где-то спрятался? И тут, лутая балкон, я услышал шаги. Я думаю, ну по-любосу. По-любосу парень знает, что я здесь. Потому что, конечно же, он также слышит шаги. Я решил дать ему супер-гранату, друзья. Я дал супер-гранату, которая, естественно, никого не убила. Только по той причине, что его там и не было даже. Я захотел залезть на крышу, но у меня ничего не вышло. Я прыгнул криво и понял, что все, все, сейчас меня должны нагибать. Но мое внутреннее чутье подсказывало мне, что человек сидел прямо впереди. И тут я решил бросить вторую гранату. И тут снова выходит дилемма, что выйти из игры я просто так не могу. Нужно продолжать играть. Думаю, ну зачем? Ну вот, ну не хотелось мне, понимаете, играть. Думаю, даже записывать не стал сначала. Думаю, не хочу. Ну просто хотелось выполнить одну маленькую миссию и лечь отдыхать. Но это PUBG, ребята. PUBG никогда не делает то, чего вы хотите. PUBG делает всегда все так, как хочет он. Залутав все оставшиеся здания, я решил сесть на мотоцикл и проехаться, поискать другие машины, которые я уничтожу, чтобы выполнить очередную миссию. Но тут по мне открыли огонь. Какой-то дикий снайпер решил меня убить, но по мне не попал. И я решил расшатать ему кабину, что ли. Поняв, что стрелять я вообще по нему не умею, я решил начать стрелять по машинке, которая появилась здесь, откуда ни возьмись, и чуть меня не сбила. И он уехал дальше. И тут начинается полная выханалия. Тот парень стреляет по мне, я стреляю по машине. И, в общем-то, все остались живы, потому что, правильно, все у нас косые ребята. Я подумал еще раз попасть в Мадимону, и так у меня это и не получилось. Патовая ситуация, да, скажете вы. Машина, противник уехал далеко. Противник, который стрелял по мне, также жив. Я понял, что тут уж, конечно, либо я или он. Но у меня было одно маленькое преимущество. Мне было абсолютно наплевать на исход этого сражения. Если я выиграю, я сделаю кайфовый фраг. Если я проиграю, я уйду в лобби, получу свои экспу в эвент пассе и пойду спокойненько отдыхать. В любом случае, я был бы доволен. Но я подумал так, почему мне нужно терять этот момент, если я могу, на самом деле, еще отыграть хороший килл? Но не тут-то был. У меня лежит тут мотоцикл. Я думаю, а мне же все равно нужно уничтожить транспорт. Почему бы мне не уничтожить транспорт, пока я стою здесь в засаде, да? Ну, это засадой, конечно, сложно назвать, но тем не менее. Одну часть миссии я уже выполнил. Я думаю, так, парень по-любому сидит где-то там в сарае. И, ну, надо, наверное, начинать на него наезжать, потому что пора заканчивать этот нелепый момент. И я решил его отстрелить. Парень выбежал прямо на меня, и, конечно же, я снова по нему не попал. Ну, что ж такое? Что же за противник-то такой? Что же я за косой-то такой? Откуда руки растут? Я подумал, что все, хватит. Хватит уже. Нужно, нужно переходить к ответственным действиям. И мой маленький дружочек решил спрятаться. Он решил просто спрятаться в маленьком сарайчике. Но тут его ожидал конец. Я, не веря своим глазам, начал лутать этого парня. Просто потому, что я думал, что эта драка никогда не закончится. Потому что я уже сам хотел, чтобы скорее меня кто-нибудь завалил. Может быть, со стороны. Или он, неважно. Или даже красная зона. Но этого не произошло. Я подумал, что мне несказанно, сегодня везет. И нужно пытаться идти дальше, как бы. Но, опять же, самое главное, ни на что не рассчитывать. Но я уничтожил свое средство передвижения. И я не знал, что мне делать дальше. Потому что я уничтожил мотоцикл в полной уверенности. Понимая, что, скорее всего, меня сейчас вырубят. И я хотя бы разрушу одну машинку. Мне пришлось бежать в зону на своих двух волосатых ножищах. Ну, вряд ли волосатых. Потому что девочка все-таки нормальная. И я побежал в зону. Причем возле города Сан-Мартин. Я уже понимал, что, скорее всего, здесь уже сидят хитрые кемпера. Где-нибудь за вот этими вот электрическими штуковинами. Я просто побежал. Думаю, не буду нигде даже скрываться. Потому что мне, напомню, по-прежнему было плевать на исход игры. Но тут я услышал вдалеке бег. Я услышал вдалеке бег и увидел его. Человека, который начал садить по мне. Он начал стрелять по мне. И попал мне в голову. У меня бы осталось всего одно попадание. И я бы покончил с этой игрой. И ушел бы в лобе. Но нет. Я почему-то во мне проснулась жажда жить. Жажда выиграть эту каточку. Я начал стрелять по нему. Конечно же, в своей любимой манере. И снова отхватил Люли. Наверное, по врагу я даже не попал. Он начал закидывать меня гранатами. Просто закидывать нещадно гранатами. Я каким-то магическим образом уворачиваюсь. Еще пытаюсь отстреливаться от этого супер воина. Который решил, как лев, напасть на меня в убор. И началось снова это. И еще один фраг. Еще один бедный парень. Который хотел выиграть. Но он напоролся на человека. У которого было кое-что. Даже жестче, чем чит. Это абсолютный пофигизм. Абсолютное нежелание побеждать. Поэтому я и выиграл в этот замес. Взяв придорожную багги. Я поехал вместе с зоной в горку. Причем моей главной целью сейчас было. Припарковать где-нибудь эту багги. И уничтожить. И тут я вижу тачку Мирада, друзья. И рон дон доньку. Я думаю, возьму-ка я ее. А багги, естественно, уничтожу. Еще одна часть маленькой миссии выполнена. Ни о какой победе и речи не шло. Я просто поехал в зону. Потому что она уже была довольно близко. Я думал, сейчас сяду, переведу дух. Немножечко полечусь. И что? Правильно. Уничтожу свою Мирада. Конечно. А что же еще? Конечно же я ее хотел уничтожить. На что я рассчитывал? Что меня, наверное, никто не услышит, да? Но не тут-то было. Я вижу, смотрю, лежит чел. Думаю, что ты хочешь от меня? Причем смотрел, выцеливал парень меня. Очень-очень долго. Но поплатился своей жизнью. Тут по мне начали стрелять со всех сторон. Из-за зоны какой-то снайпер внизу, какой-то человек. И я понял, что так, нужно что-то придумывать. Нужно что-то делать с этим. Нужно что-то с этим делать, собственно, да? И вон с зоны стреляет. Все. Думаю, ну вот, конец и пришел. В принципе, я много что сделал. Но недостаточно. Но недостаточно. Я сделал еще один фраг, друзья. Я сделал еще один фраг. Остался враг за зоной. Который получил выстрел. И умер от синего поля. Я просто понял, что мне, ну опять, несказанно везет. Я просто... Мне фраги капают в копилку сами по себе. Пули залетают в хеды сами по себе. Но осталось естественно. Залутать у него аптечечку. До финала игра оставалась совсем немножко. Зона сужалась все быстрее. Безопасного места становилось все меньше. Я понимал, что я уже могу претендовать, в принципе, на какое-то место в этой катке. Но я знал, что все равно здесь где-нибудь, за каким-нибудь маленьким камушком или кустиком, сидит какая-нибудь маленькая крыска, которая по-любому, по-любому ждет такого, как я. Которая просто сядет, повернется спиной. И она его убьет. Тут осталось уже девять человек. Я понял, что мне обязательно нужно забираться на гору. Но тут я услышал машину, которая просто отчетливо двигалась ко мне. Я решил выждать. И это фраг. И еще плюс, выполнена часть миссии по взрыву машинок. Я был счастлив, как никогда. Я просто понимал, что ну все, все. Мне нужно срочно ехать в Вегас. Мне нужно выигрывать деньги. Потому что мне сегодня прет. И думаю, что все. Нужно это реализовывать и дальше. Я услышал еще одну машину. Но понял, что сейчас, наверное, не то самое время, когда нужно его ждать. Потому что еще враги могли оказаться в домах. А мне нужно срочно бежать в зону. Потому что я еще даже не знаю, что будет в этой горе. Как пойдет рельеф. Как ляжет зона. А мне же нужно все-таки миссии-то еще выполнять. А о никакой победе по-прежнему не шло речи. Я увидел как раз маленького крысюка. Который сразу же пожалел, что он лежал на открытой местности. Или лутал какую-то свою жертвочку. И вот я занял укромное место. Укромное место под горой. И я находился в зоне. Так что мне ничего не угрожало. И я услышал где-то далеко выстрелы. Выстрелы я решил выследить этого маленького друга. Маленький друг решил пойти вместе с зоной. И это была его фатальная ошибка. Только что убили последнего человека. И я понимал, что мы остались один на один с моим врагом. Я не знал где он находится. Но понимал то, что возможно он даже находится на вершине этой горы. Но зона-то была у меня. И тут я его увидел. И понял, что ну все. Ну все везет, так везет. Топ-2, ребят. Уже топ-2. И я радостный. Как вообще никто в этом мире, наверное. Думаю, что в любом случае я сейчас выполнил миллиард миссий. Мне вообще не важно. Даже если он меня сейчас убьет. Я апну сразу несколько левелов ивенпаса. И решил просто подождать. Думаю, а что если я вообще залезу вот сюда наверх. И мне в принципе не будет парить, чтобы происходить. Потому что скорее всего враг меня вообще не видел. Но не знаешь, где я нахожусь. А он сидит там себе за бугоровочком. Тусуется, ждет зонки. Наверное, бустится по 8-10 энергетиков. Сразу себя заливает. В надежде не проиграть. Мне это ничего не было нужно. Потому что я знал, что мне абсолютно по барабану. Но с той стороны чувак сидел и нервничал. Он нервничал. Он понимал, что либо я, либо он. Либо я, либо он. А мне было по-прежнему плевать. И тут он побежал. И я начал стрелять. И конечно же промазал. Почему бы и нет. Я промазал. И у меня оставалась гранатка. Которая я понял, что все, все. Сейчас вот я зарешаю этот раунд. И конец. Но нет. И как обычно граната улетела куда-то в другое место. Потому что по закону полости. Гранаты убивают только меня. Они никогда не убивают противников. Они убивают только союзников. Это закон гранаты. Но я реально решил пикаться. Решил перестрелиться с ним. Потому что зона была на его стороне, друзья. Оставалось несколько секунд. И я побежал. Он начал стрелять по мне. Я тоже начал стрелять. Но промазал. Просто все как обычно. Я вылетаю как лев на него. На него за укрытием. И там все. Это мой топ, ребят. Это мой топ 1. Что хотелось бы сказать. Подтвердилась моя теория. Моя теория 100% победы. Тактики 100% выигрыша. 100% топ 1 в Play and Ons Battlegrounds. Не хотеть победы. Не стремиться к ней. Не идти к ней. Потому что всегда, когда... Лично по моему опыту. Когда я ставлю своей целью другие вещи в Play and Ons Battlegrounds. Например, что-то потестить. Или выполнить какую-нибудь миссию, не связанную с победой. Я очень часто захожу в топ 10, топ 5, топ 3 и даже топ 1. Наверное, просто потому, что сказывается волнение. Мы переживаем почему-то, когда остаемся один на один с противником. И ошибаемся, когда нервничаем. Но, может быть, просто нужно перестать нервничать? Ведь мы же играем не на корову с другой стороны. И нужно просто... Забить. Будь оно как будет. И вам, ребятки, советую. Если у вас что-то не получается в фабге. То возьмите и просто не думайте о победе. Не желайте ее. И она придет к вам сама. Ну и, ребята, надеюсь, эта история вам понравилась. Тогда пишите свои комментарии. Хотели бы вы еще чего-нибудь подобного? А также ставьте лайк этому ролику. И подписывайтесь на канал. С вами был Маламадрас. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...